папара папа вот так бранчика да нормально чем привет антошка здравствуй вовка как-то дело как по джи поиграл нормально next уж не зло море за предками я у пульта здравствуй как тебя вообще ну дела настроение алло 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 могу сердечко показать папара папа ds можно зайти ну да наверное я думаю ничего не случится если ты задержишь discord артём как дела у тебя 20 здравствуй вовка я плохо слышно блять блять что до сих пор ну сейчас получше вроде давай я просто буду вот так притык микрофона так очень отлично спасибо большое тебе спасибо как по джи поиграл при привет арт на незнакомый человек вот так после всего что между вами было вот так а я его один раз а перепутал андреем назвал кстати вот так по матросил и бросил эхо такое может быть да потому что нос колонок звук и микрофон у меня врубная но я могу замблюдиться кому слушание интересно 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 слушать все понял потому что я не похож на валеру очевидно она была на валеру ну так это и была часть пикапа спасибо тебя реально хочется немножечко обнять да я так и думаю так ты в следующий раз когда увидишь можешь обнять ну по дружески ну как ведь я тебя только за коленки смогу обнять ну я могу присесть на ручки тебя взять хочешь я постараюсь я не знаю все ушли не знаю не смог сегодня приехали такая хуйня Аттём у тебя что скрещу а блять ну лучше никто тут обсуждать да что зарегистрировался там нет просто ты не был? да 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 Аттём ты зарегистрировался слушай пока не могу пройти так тарификация двухэтапный на телефон это свой писал не море у меня кстати как раз таки сегодня бомбер кто такие ой ура здравствуй тебе привет как доехала? ну я доехала и слава богу правильно чел очень странный че за чел? такси? такси да я такая типа приколы а че он доехал? ну он такой типа вот ну приехали он не открывает дверь такой он такой типа я такая а че мы ждем? он тебе дверь открыл? не 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 дверь машины они же закрывают аааа он такой типа я спрашиваю а че мы ждем? он такой оплата я такая там разве не фасточкой должно быть он такой типа ну щас гляну и не смотрит я такая типа он такой если не придут типа за вами вы обратно поедете? очень странный тебе странный тебе странный как не знаю мне ole quiet давай зовем я верю ну и раз такси ну и раз очень странныйконят очень странный Как настроение? Нормально. Ну кроме того, что я в пирожках, очень голодная. Ты выпьешь? Нет, я на таблетках, я же писала. Как же на таблетки? Смотри, депрессанты, ну вообще, они должны сделать меня менее раздражительной, более спокойной. А у тебя какие, депрессивные эпизоды были или что? У меня жопа горит, не колется всего. Реально? Ну типа такая, вспульчивая? Раздражительная, я не скажу, что я прямо вспульчиваю, я больше раздражительная. А из-за чего? Жизнь такая. Жизнь такая, да. Чем еще занимаешься? Ну вообще, я типа как бьюти мастер, я там эти бровки, реснички, но так как для этого нужны деньги, а денег у меня нет пока на это, я работаю в секс-шопе и в салоне красоты. О, в секс-шопе? Ну там же платят копейки, да? Ну в любом случае, на какое-то время этого достаточно, потому что работу по профессии я не хочу, а кем-то еще без опыта тупо не берут просто потому что нет опыта. А почему у меня на секс-шоп пошло? Куда взяли? Ну типа я откликался, 17 вакансий, 17. Из них на собеседование пригласили 5, из них на работу согласились взять только вот они. А куда еще подавала? Ой бля, и на производство, и в свадебный салон еще куда-то, и в другие салоны. Они же никто не говорит, почему не берут. А у тебя образование есть? Да, врач-терапевт. Врач-терапевт, и ты работаешь в секс-шопе? Да, в рот я ебал работать терапевтом. А ты отучилась уже? Да, у меня есть тепло. Сколько там, 6 лет? Ну меня отчисляли, поэтому 7. Бля, ужас. Это же вообще за еб, там же ебут вообще за все. Да, просто родители такие, ну ты начала, ты закончил, курочка нужна. А там же это интернатура или как это называется? Интернатура, ну я говорю, я в рот ебала, я даже не имею права лечить людей, у меня нет аккредитации. Ну ты же можешь пойти в какую-нибудь больничку там, нет? Вообще ничего? Я говорю, у меня нет аккредитации, я не ебала. Потому что я поняла, что я не хочу этим заниматься. Бля, ну 6 лет я ебашила. Там же практики у тебя были какие-то? Ну, прикол в том, что когда уже пошла практика, начался ковид и всех закрыли. Поэтому практики нет. Я в тушении ебу, как работают с людьми, как выглядят больные в какой-либо специальности. Ну это что потом все приходит, мне кажется? Ну какая разница? В любом случае, ты когда выпускаешься, вот я не знаю, у меня есть одногруппницы, они такие, блядь, я там хочу УЗИ делать, я хочу быть кардиологом, но они, блядь, горят. У них, как говорится, есть цель, они к ней и идут. Я не знаю, кем их от. Но я говорю, меня отчисляли, я уже на тот момент такая, блядь, пахнет в куйню. Я говорю, может быть я лучше, ну типа найду что-то другое. Не, ну так-то если в платку пойти работать какую-то, я думаю, нормальные деньги. Ну не от государства в больницу, а в платную, там же пиздец хороший день. Они могут не взять, потому что нет опыта. Там они, по-моему, нужно отработать, раньше, по крайней мере, год в государственный, чтоб тебя взяли в платную. Ну ты же, когда учишься там же практику, ну у тебя не получается? Не считается. Ну ты же все равно, типа, приходишь на практику, там общаешься с людьми и знакомишься. Считается вообще не считается. Они же могут тебе как-то помочь просто сказать, чё, как? Ну как-то же люди приходят на работу без опыта. Ну они работают сначала в государственной. Ты же должна не только получить. Они работают в государственной. Получают вот этот опыт, приходят уже в частную. Либо их как-то продвигают, что там типа, все врачи совмещают. Потому что прикол в России в том, что даже если ты работаешь в частной, стаж опыта у тебя не идет. Только за государственной. То есть в любом случае тебе нужно работать в государственной. Ну а да, с чем? Типа ты хочешь бьютирую эту движухой заниматься? Меня прям халывает. Ну там нужны бабки, чтобы купить всякие палетки, не палетки или что-то? Нет, там нужно время, чтобы базу найти клиентов. Потому что типа вот это все говно в ракуне есть. А ты умеешь заниматься всем этим? Я уже год, наверное, брови девчонкам рисую и всем нравятся. Ну это типа как хобби у тебя, да? Или ты зарабатываешь это? Не, ну я сейчас в салоне, то есть я как бы этим зарабатываю. Просто если бы я работала именно на себя, и у меня было бы ну хотя бы там клиента три в день. Ну а хотя бы два. Вот, то в принципе я бы зарабатывала, наверное. Ну ты же типа вот кому-то это делаешь, они же могут посоветовать там друзья. Да, 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 да. Сейчас вот три, условно там на пятнадцать. Вряд, ну в целом можно... Три, да, 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 да. А, ну в целом можно вот за месяц набирать, если хотя бы два клиента... Ой, три клиента в день. Ну так это хорошо уже. А сколько вот один клиент, сколько времени на нём? Примерно в сорок минут. Так это очень много. То есть если у тебя там двадцать клиентов, ну десять клиентов. Ну это люто, хотя бы там пять-шесть, потому что потом... Ну я знаю, у меня был опыт, когда в салоне был движ. У меня было четыре клиента подряд. У меня руки под конец. Типа мне же нужно держать их на весу. Угу. И я уже под конец. Мне нужно делать ровно, я не могу. Ну просто именно как с непривычки, наверное. Потому что когда немного людей... Ну нет, типа это придурочиться можно. И как ты хочешь типа клиентуру набирать? У тебя места есть? Ну которые именно рабочие? Мне нужны красивые фотки с красивыми девочками. А не просто обычными женщинами. Типа все же смотрят на фотки. Угу. Никто не смотрит, типа насколько классно... А где только женщины приходят старые? Ну я не скажу, что старые. Просто вот, ну вот пришла... Почему? Вчера женщина, она после косметолога. У нее приклеены губы, потому что она вот только от косметолога пришла. И она не выглядит как будто она пришла на фотку. Она просто пришла там в салон там лазер в письку пострелять. И в рове сделать. А мне же нужна прям девчонка, чтобы я там обфоткать, чтобы как... Там при марафете... Надо начинать, можешь и таких фоткать кого угодно, чтобы типа... Да они есть, просто я говорю. Они типа... Там же главная фотка типа ну... Нет. Как выглядит, нет? Как твоя работа? Как раз таки смотрят именно... Ну в те же сразу модели не придут какие-то. Их найти надо из них бесплатно. А блин, я сейчас говорю, я работаю, чтобы мне арендовать место. Поэтому приходится пока... Пока так... Может быть... Ну я не знаю, я не знаю, уходить в салон. Уходить. Какое приходит? Ну а 14 февраля обычно типа... Все девочки хотя бы красивые на 14 февраля. Ну, не больше часа. Ну, не больше часа. А... Восьмой марта. Любая женщина будет красиво. Восьмой марта. Кропоративы, праздники, свиданки. Так что... Чего еще увлекаешься по милу? Я говорю, ну вот... Вышиваю. Рисую. Рисую. Все руками. Мне нравится. Да. Ну, мне прям... Мне нравится. А ты рисуешь самаре? Ходил художку там, не художку? Ну, я ходила. Ну, что ты понимал. Я училась. Вот прям реально вот. Я училась. У меня прям прикалывал. Приходить. Рисовать там по восемь часов. Да-да-да. Я... Курьер. Ага. Курьер. Ты его любишь? Ну да. Ну, все. Кроме макарова. Хотя, ну, две. Макарова, в принципе, тоже я. Вы бананы! Бананы! Вы бананы! Малыш, мы с вами все хорошо. Вы можете, пожалуйста, выйти? Не могу. Я тут с девушкой вообще сижу. Я не могу уйти. У нас свидание, вы, блядь, приходите. Где доставка, я его завязывал, на 3000 рублей, блядь. Я съел, я съел, я съел. Сумка где? Вы можете, пожалуйста, встать и уйти? Это моя квартира, вы в чужой собственности находитесь. Молодой человек. Понимаете? Не нахуй, садись, блядь. Не нахуй, садись! Ты чё, дурак совсем, что ли, или чё? Куртки. Куртки. Иди отсюда, ты чё, больной? На хуй ты эту девушку? Я никуда не уйду, мне плохо. Ты с тобой всё в хорошем? В том, что мне хорошо. Придурок, это моя квартира, ты можешь выйти отсюда? Ты пугаешь девочку. Нюхай мою задницу, пока я пукаю. Я предлагаю вас в полицию. Сейчас, подожди. У меня собственница, квартира, она, если узнать, что полицию вызывали, мне пиздец будет. Она выселит меня. Ты можешь выйти отсюда? Всё, сейчас, всё. И можешь идти, пожалуйста, отсюда? Фак, копс. Ты обьёбаный, что ли, или чё? Ты под чем-то, блядь, или чё? У тебя сработай нахуй, Воль, ты понимаешь это, или нет? Ты бери свою куртку и уйёбывай отсюда. Отсюда, парень. Старина, вот не надо мне вот этой... Чувачок, блядь, не стой сюда, нахуй. Всё, иди и подобру-поздорову. Мне вот это нахуй надо, комедия, блядь. Я в тебе поддержку напишу, скажу, что... Не надо. Чё не надо? Не надо, я болею. Чё ты болеешь, блядь? Как тебя на работу взяли полудура, блядь? Орви. Меня вообще ебёт, как урви, не урви, блядь. Я заказал дать в доставку, ты приезжаешь и хуйек вот занимаешься. Ты дурак, блядь, или чё? Дурач, что ли? Совсем, блядь? Здравствуйте, я вызывал полицию. Ребят, блядь, давайте... Заходите. Куда заходить? Я, я. Ребят, вы не шоуку это разыгрывать или чашку? На фу это делайте. Куда пройдем, блядь, моя квартира? Вы че, дебанутые? Я-то пройду теперь, на фу. Вы че, дебанутые совсем? Молодой человек. Такой молодой человек, вы че, безданутый? Это, это моя квартира. Входите в комнату. Документы покажите хотя бы. Сейчас все покажем. Так, чуваки, блядь, вы как клоуны выглядите. Да, как клоуны. Давай, расскажи, клоуны, это наша квартира. Моя, точнее. Ты что здесь делаешь? Что случилось? Чем здесь занят? Что случилось, блядь? Я! Товарищ майор! Товарищ майор, я вызвал полицию. Какой нахуй майор, блядь? Так как пришел сюда к себе домой, они съели мои роллы на 3000 и потеряли мою сумку. Этот еблан в костюме банана, ты в спортивках, нахуй. Ты что, дурач, что ли, блядь? Я не должен, блядь. Кому я должен деньги? Иди нахуй отсюда. Ты мне должен деньги. Придурки, идите, я щас. Я... Мужики, я вам щас спиртовку забью. Я офицер полиции. Он мент. Саша? Я? Здравствуйте. Я работаю в доставке пиццы. Вы нам тоже деньги должны? Саша, ты должен должен мне денег? Если он мне должен денег, значит, его девушка должна мне денег. Ну что, раком? Вставай ты или бабу твою. Издуть отсюда, ебанаты. Ну что, иди нахуй отсюда. Хорошо, это то есть волк. Как? Хорошо. Да вы ебывался длинный. А тебе сказано было. Просто отдай долг и все. Да. Где моя сумка и роллы на 3000 калифорникейшн, еб? Пойдем, Саша. Да, держай, флопух. Ты говорил, денег у него нету. Идиот, я не полицейский. Это фейковая форма. Ты не видишь, что у меня волосы крашены? А я... Ненормальный. Мы тебя просто обокрали. До свидания, олух. Саша, пойдем. Мы тебе сейчас еще интернет отключим, отрежем. Вот. Ловечки не будет. Спасибо. Все. Сосать. Я не настоящий мент был. А я не настоящий доставщик. Это фейк. Я реально ненормальный. Чё, рисуешь? Вышиваешь, да? Я тоже рисую Я в художку ходил два года Но потом что-то заебало У меня заебало натюрморты эти рисовать Мне всегда нравилось больше срисовывать Что вот это было? Что? Что вот это сейчас вообще было? Ты о чем? Ну вот приходили прекрасные люди Устроили цирк А, это Гришаня Это его младший брат Они тут живут по соседству просто Они типа аниматоры какие-то детские Но у них там какие-то диагнозы Они не безобидны, ты не бойся Они просто иногда приходят Им просто надо подыгрывать Иначе у них депрессивные эпизоды бывают И потом мне дядя Гриша приходят Два брата Они приходят ко мне и начинают Почему нельзя их убить в специализированном? Они были уже там Они их отправляли два и три раза Они у оба брата Один младший, другой старший И им надо либо подыгрывать Либо они реально с ума сходят Просто клоун Они хотели быть артистами Поступали в ГИК куда-то туда Их не жали, потому что они ебанутые И живут Я как объехал, тоже охуевал первое время Я вот уже два года здесь живу Нет, ладно, если просто предупредили Я может быть их как-то отряду Да слушай, я тоже как бы ну Если они начнут типа понимать по мне Что я типа не верю, типа не подыгрываю им Они начинают все У них начинается истерика, паника, эпилепсия Там всякое такое И потом ну дядя Гриша с тетей Леной приходит ко мне И начинают типа да вот ты взрослый мужик Че ты не можешь понять Да мы понимаем, что да типа ты тут живешь Да не переживай, не безобидно Я понимаю, ну как бы я просто впервые с таким сталкиваюсь Да не парься вообще, ну я понимаю, да Я тоже охуевал первое У меня тут как-то сестренка моя младшая жила Я вылежал в Москву, жила тоже охуево Но я ей предупредил, все равно не сработала Она тоже там у нее истерика была и так далее Так-то нормальные ребята Ну немножко да С ними надо помягче просто У них костюмов очень много Они все деньги Они работают где-то Где же они работают? В каком-то центре Не помню как называется Они там короче, знаешь, с табличками Там с костюмами, хотя аниматорами Ну типа развлекают во всякие там места А на другие работы их не берут Потому что они такие пизданутые И вот приходят иногда, да бесятся Они все деньги, зарплату получают Все, костюмы какие-то там на зоне Покупают Какие-то бананы Они один раз пришли, короче, сказали, что у меня приступ Эпилепсии В костюмах врачах пришли, короче И такие У вас эпилепсии А я тогда еще Только въехал Буквально месяц прошел Они заходят Эпилепсия, говорю, что? Они врываются в дом Там второй пацан, он здоровый Блин, его физически-то вообще никак Он мне такой, все Я такой понял, извините Это уже после этого Я Игоряшка мне зашел Говорю, извините, пожалуйста Там бла-бла-бла Объяснился Там вот кресло мне подарил, кстати За это Сказал, вот, ну извини Такого больше не повторится Но иногда все-таки заскакивают Они прикинь по квартирам ходят Ну такие, да Особо одаренные люди Такая хуйня бывает Ну что? Квартира просто хорошая, что у меня? Я смотрю, тут ты не скучаешь Ну они, знаешь, вот Бывают, вот за неделю три раза придут А бывают месяц Не слухом, не духом вообще Сейчас, подожди сюда Ага Ты подиграем? Если что, хорошо Сейчас Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, ребят Неплановая проверка компьютеров Компьютера? Все, кто живут в данном ЖК? Да, вроде У меня с компьютером вирусы какие-то Так Хорошо Сейчас Главное не паниковать Потому что Слышали о таком вирусе? Троян Нужно проверить все Посмотри Палкалартроли Так Смотрите Смотрите У вас Антон зовут Да, Антон Он мешает, что там убранку Ты же Ты же Антон? Да, Антон Так, Антон Нужно нажать на кнопочку Windows R И у нас открывается Панель Удали ему компьютер Ребята, у меня там какой-то вирус У меня компьютер лагает Что-то там с рабочим столом постоянно Может у меня майнер какой-то стоит Он повелся Он даже не понял, что это только что Мы хотели Смотри Смотри Сейчас позорю Убей его девушки А что это за папка Моя любимая мамочка 2023 Без одежды в трусиках Идиот Это мы были Это банан и мент Мы не компьютерные мастера Он Он мент А я банан Антон Ты уже 10 лет здесь живешь И ничего не понимаешь Он немножко дурак полный вообще Даже мама говорит, что ты дурак Полный Дядя Гриша Он дал ему Он дал ему Иди сюда нахуй Дядя Гриша Все, вроде Там дядя Гриша вроде приехал Сейчас он такой Пиздерез Ну, блин, ну их же нельзя Они Просто Да, я могу тоже Начать гнобить И так далее Но я понимаю, что кому-то там жизнь дала Кому-то не дала Издеваться У вас тоже над ними что Ну, какие есть что Ну, как бы помочь Дядя Гриша реально очень хорошая Нет, нет, я в том плане Не то, что он Ну, как-то Насильно Просто, ну, проследит За то, чтобы они Не Да, они этой хуйней занимаются Пока он на работе Да, я про это и говорю Сейчас придет И придет И все Да, я про это Просто Я сейчас Я к нему сейчас пойду Скоро Надо просто ему сказать Что, типа, ну, это уже не делаю Потому что, ну, как бы Я понимаю, когда я один Да, когда я с девушкой здесь сижу Ну, просто дядя Грише И тетя Лена Вот, золотые люди Ну, прикинь Ну, а что Они не выбирали, да, детей Ну, такие Как бы родились Что Прикалываться над ними Такое, типа Ну, у меня тоже Ну, у меня тоже как-то соседка Была тоже очень Странненькая идея Ну, ладно Ее там родители заставляли Прям Именно Прям учиться Учиться То есть, ну Ей было очень тяжело И, как я понимаю Ее били За плохие оценки То есть там каждый раз Как Ну, за то, что Квартиры соседние Стены Никакие И вот эти все Вопли, крики Оры Когда ее Прям заставляли Что-то делать Это было слышно И просто думаешь Господи бедные ребята А ты представляешь Что-то они в школе учились Типа Над ними Животи там Ну, они, кажется А в коллекционной Нет, они в обычном Обычном ходили в школу Коллекционные Это было Сколько Им по 25 лет Бам У меня 26 У меня одноклассник Коррекционный Учился Потому что Ну, не знаю Они учились В обычной школе Типа Они прикалывались И думали Типа Смеются С их шуток А смеялись Над ними Всегда На ней просто Издевались Они думали Что типа Они Ну, понятно Ну, там тоже Тяжело было Я узнавался Где Игриша Хороший мужик Мы с ним В деревне Там У него есть В деревне Там Самогонный Аппарат Он там Самогонку Делает Вообще Литейша Мы с ним Бывают Попиваем Я особо Особо Не пью Где Мы пьем Они Забрали Бля Ему Какой Вообще Нельзя На ней По-моему Бутылка Ушел Которая По челочках А Ну Короче Судьба У них и так Тяжело Мне это не сложно Я понимаю Все это Они безобидные Реально Бывают Даже С какими-то Подарками Приходят Разыграют Какую-то сцену Там Типа Что они Знают Бывают Как они Называются Приходят Короче Втюхивают Тебе Ножи Они реально Приходят Типа Только Там Они пытаются Втюхать За деньги А эти Реально Дарят Короче Ножи Потом мне Дядя Гриша Приходит Типа Это они Просто Столовая Серебро Все Типа Ножи Какие-то Один раз Мультиварку Мне Плесли Нам На север Нет На юг Мы спрятали Мамины Таблетки Ей плохо Да И мы не знаем Где мы их спрятали Мы забыли Мы забыли Мы съели Таблетки Мама 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 мы таблетки а вот это было так вот это было вы же знаете что он взял нам на север маме алкоголь это маме маме надо пить дядя Гриша пришел уже с работы 4 минуты назад мы сейчас домой вернемся нам пакетки дадут алкоголь кто забрал вам же пьяни нельзя это мама мамин алкоголь мы сейчас хотим немножечко повязвиться мы пойдем а мы куда пойдем мы пойдем играть в песок в песочницу прямиком ребят мы сейчас с вами вместе пойдем в дяди Грише и поговорим мы ебали эту тетюленную только ей не говори ты ко мне очень близко попой к писюну ой да мне углезли мне просто надо сейчас с ним пойти да я полагаю что да лучше в следующий класс сейчас я с ним уже мой друг Даня хотел твоей бабы поцеловать я понял нет не надо такого делать я еще был чиноватик мне мама челует тетя когда он болит да ребят мама пьет таблетки и челует Даню в лобик еще мама пьет пиво а очень много а мы забыли где мамины таблетки ааа а я потерял мамины тапки плохой Даня аааа зачем я себя бью ребят дяди Гриша пришел 5 минут назад мы сейчас с вами пойдем просто и идите нахуй со своим дяди Гриша он нам не папа наш папа умер не уме он космонавт это мама так сказала он умер пойдем на север нет на юг на север на юг я хочу пиццу я хочу пиццу ангел а помнишь ты покупал пиццу ты можешь там поделиться пиццей папироны санчоусы пока баба пока тетя и что это было аааа разминка а это только разминка нихуя себе там